Наказывать или не наказывать автомобилиста за отсутствие при нем водительских прав. Как бы с нетрезвым гражданином, находящимся в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, однако не нарушающим порядок. И сколько будет стоить размер ущерба при дорожно-транспортном происшествии, когда водители могут обойтись без сотрудников госавтоинспекции. И это только часть вопросов, которые представили на общественное обсуждение белорусские правоохранители, тем самым призывая людей к участию в принятии важных решений, касающихся каждого. В перечне поднятых тем вопросы, затрагивающие работу всего милицейского аппарата, начиная с сотрудников милиции общественной безопасности и госавтоинспекции. На сайте МВД Республики Беларусь размещена подробная информация. Жители Брещена, в том числе и жители региона, могут оставить свою информацию, свое мнение о тех законодательных инициатив в целях либерализации административного законодательства. Это касается и по линии госавтоинспекции, и по линии милиции общественной безопасности. Мы, если так уже в сухом остатке сказать вывод, конечно же, за вот эти все инициативы. Но есть достаточно большое «но». Но. К этому надо быть готовым, прежде всего, и расценивать это достойно как силу, да, а не как слабость сегодня. Это касается нашего населения. То есть, если мы сегодня готовы говорить о том, что, условно говоря, там, за скорость до 20 км в час не надо привлекать к ответственности, и не надо это делать лишь только потому, что мы соблюдаем скорость. А иногда, в силу определенных обстоятельств или причин, мы иногда можем отступить. Но, я подчеркиваю, неумышленно. Более 50 тысяч белорусов уже воспользовались возможностью и оставили голоса за ту или иную категорию решений. Многие предложенные инициативы были поддержаны людьми. Практически 100% голосов получила идея предоставить сотруднику ГАИ право не штрафовать автовладельцев, забывших дома водительское удостоверение. Если, конечно же, документ вообще выдавался. Также в топ-инициатив вошло предложение об увеличении с 400 до 1000 евро размера ущерба, причиненного в ДТП, при котором автомобилисты могут не сообщать об аварии. Есть разные, конечно, ситуации, но если человек забыл, к примеру, сумочку дома, мне кажется, сотрудники ГАИ должны быть более снисходительны. И есть возможность у сотрудника ГАИ проверить по базе. Мы уже можем воспринимать какие-то либеральные такие вот меры? Или нам еще пока с нами надо построже? Ну, не со всеми, но с некоторыми можно и построже, потому что хватает всяких разных. У нас в жизни бывает всякое, бывает, мы что-то можем и забыть не из-за того, что мы хотим это сделать, а бывает просто вот где-то в другой сумочке, как у меня бывает, с одной сумочки не взял, другую не переложил и уже в проездивший день понимаешь, что ты без прав. Ну, и бывает, когда знаешь, что вот ты их забыла, вернуться не можешь и ездишь в этом страхе весь день. Можно сейчас, в принципе, век компьютерный пробить в базе, есть у человека права или нет, правильно? Посмотрели, если есть, то чего его сильно штрафовать? Однако, без спорных вопросов, конечно же, не обошлось. Неоднозначным пока было и остается обсуждение о мере и степени наказания за переход дороги в неположенном месте, за превышение скоростного порога не более чем на 20 км в час, а также за отсутствие световозвращающего элемента в темное время суток. Конечно, ведь в отличие от предыдущих инициатив, за этими стоят человеческие жизни. Например, использование фликеров. Учеными доказано, что на 90% действия водителя зависят от получаемой им визуальной информации. В темное время суток человеческий глаз воспринимает лишь 5% от того, что в состоянии различий днем. В таком случае можно предположить, с какого расстояния еле заметного пешехода может увидеть сидящий за рулем водитель. Поэтому, прежде чем ступить на дорогу, не обозначив себя, важно подумать о последствиях и о том, в какую цену придется отсутствие, на первый взгляд, ненужного световозвращающего элемента. Такую же параллель можно провести еще в нескольких вышеупомянутых случаях. Поэтому, размышляя при ответе на эти вопросы, важно четко осознавать, что стоит за, казалось бы, одним кликом мыши. Сегодня административное правонарушение должно менять поведение человека, а не раздражать его. Вы понимаете, о чем я говорю? Когда мы платим штраф, мы раздражаемся. Вот отдал, как само собой разумеющийся, как какая-то анти... ну что ли, лотерея? Нет. Это должно вызывать человека эмоции виноват и менять его поведение. Конечно же, сегодня, в век быстро меняющихся технологий и интерактивности, очень важно взаимодействие между представителями разных структур и ведомств, между государством и обществом. Ведь существуем и функционируем мы сообща. Однако, в то же время, очень важно помнить, что каждый шаг и каждое действие должны быть оправданы. И перед тем, как предложить, сказать или сделать, важно ответить на один вопрос. А готовы ли мы к этому? Спасибо. Спасибо. Спасибо.